ой письмо вопрос вопрос у нас есть с викторией колоссовской про ветеринарию в днепре например много все иначе конечно есть дорого есть подешевле и просят нас сравнить уровень ветеринарий друг в стран что лучше что хуже в такую ветеринарку мы сейчас начали ходить из всех ветеринарек которые мы посещали она самая прикольная до самая нормальная поехали в спокойной обстановке расскажем остальное сегодня бублику повезло и мы сегодня ничего не делали вообще бублик у нас такой уже ветеран этих ветеринар ветеран ветеринарок вв бублик потому что он у него есть непонятные аллергические реакции и никто не понимает что с ним нужно делать и что с ним происходит поэтому мы с ним наездились в разные ветеринарки и вы видели в наших видео ветеринарку совсем грязную совсем не очень хотя там был очень прикольный мужик которого теперь больше в израиле уже нет единственный кто тогда сказал нам что делать мы уже пытаемся не судить по тому как выглядит ветеринарка и насколько она соответствует специалисту который не работает бывает это все наоборот мы ходили также ветеринарку к врачу с которого начали потом ушли от него потом вернулись вот до последнего времени там тоже в принципе не очень то все вот очень похожие старое здание или светило медицины ветеринарии израиля то есть если вы спрашиваете хорошего доктора вам посоветуют которому мы ходили который залечил уху бублика до состояния просто ужасного того что у него обвисло ушко были такие он раздирал уже себе там это все в кровь и всадиной но вопрос был о том насколько можно сравнить ветеринарию тут-у-там у меня опыта нет а вот у аленки опыт какой то есть а что мне сравнивать отличительные черты не там клиники выглядят намного они выглядят как космос как будто частная клиника для людей ну то есть там все крайне мере то в которую я ходила это было прям круто такое все космическое все мега чистая куча работающего персонала там эти девочки чай кофе принести котика на ручке но это как бы тоже не показатель качества к сожалению что самое лучшее у меня было ветеринар которая принимала на дому она ушла в декрете сидела и принимала на дому вот она была лучше всех окей но система например та же самое или нет вот как делать здесь абонемент как мы делаем никогда не делал абонемент не знаю по цене когда не подсказали давно так было что я тебе не скажу уже короче говоря нам сложно сказать потому что мы сейчас не там здесь в основном делают абонемент потому что все таки дешевле каждый визит в такую клинику просто вот на осмотр вот этих сейчас 190 это наверное самая высокая цена за один визит который я слышал варьируется от 100 до 190 вот ста до от 100 то есть от 100 до 190 варьируется эта цена это только за визит только за визит все что остальное будет еще процедура это все дополнительно сейчас например мы взяли капельки просто для ушка бублика они стоили 80 шекелей все лекарства которые прописывают для животных они стоят сразу какие-то непомерные деньги вот даже если они одинаковые с людскими но у них написано для животных все это сразу стоит намного дороже это всегда стоит дороже нам когда продали капли ветеринарные в ветеринарии человеческие капли продали вместо 17 шекелей за 50 в дополнение к уже сказанному для котиков в принципе можно сделать абонемент что очень многие делают в основном так и поступают абонемент стоит где-то в среднем цена варьируется от 350 до 400 шекелей в год что это в себя включает это в себя включает неограниченное количество посещений ветеринара если вы любите ходить по ветеринарам точно так же как и мы то стоит сделать но это в себя не включает все процедуры которые будет вам ветеринар делать включает себя то что можно назвать ежегодным техосмотром вашего питомца прививки ежегодные и то что алена называет гельминтизация то бишь прогонка от глистов или как называется гонка гонка прогонка обработка против глистов какие-то дополнительные вещи конечно это все уже за дополнительную плату и для тех у кого есть абонемент ветеринарки делают еще скидки как бы это такая вещь сомнительная потому что цены они назначают сами себе я вот считаю что наверное самое сложное в этом вопросе это найти своего ветеринара также как и найти своего врача которому ты а доверяешь который не будет тебя разводить на деньги который будет с любовью относиться к твоему животному и с уважением к тебе поэтому действительно самое главное это найти своего человека которому вы доверяете что можно было бы сказать еще общей базы никакой ветеринарной не существует насколько я знаю поэтому каждый ветеринар просто ведет свои записи как обычно компьютер как печатная машинка для более серьезных проверок очень часто приходится обращаться в государственную ветеринарную службу я когда-то туда ездил снял об этом видео кусочек так что если найду вставлю сюда вот как раз сейчас тогда будет у нас подсказочка сами же ветеринарки они отличаются и по внешним качествам и по своему наполнению поэтому очень у некоторых там не знаю есть максимум приборов каких-то в своем заведении а у некоторых а какое-то оснащение более древние то есть мы попадали к ветеринару у которого например там вместо электронного какого-нибудь там стетоскопа или эндоскопа у него там просто какая-то трубочка допотопная дедовская которую засовывал там и смотрел как-то глазиком туда тут вопрос как бы хорошего врача скорее да потому что я был лично удивлен когда столкнулся с всей этой ветеринарии я был удивлен что это но далеко 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 не врачебная тема да это не так развивается как для людей все это не то же самое что больницы и конечно здесь я не знаю никто не бегает там с чаем с кофе как аленка вот рассказывает что у нее такая была в киеве так что не знаю я таких тут не встречал и очень часто ветеринарки они располагаются в каких-то старых зданиях промышленных зданиях в частных домах бывает на первых этажах да бывают конечно и новые но это сразу отражается на хорошенько на цене бывают ветеринарные клиники при магазинах для животных то есть видимо сами ветеринары сильно пытаются экономить и поэтому снимают вот такие помещения они как бы конечно нет не сильно приспособлены и поэтому кто как себе оборудовал тот так уже дальше ведет свою практику но тем не менее самих этих ветеринар мне кажется очень много как и магазинов для животных особенно в тель-авиве это такая очень распространенная тема но не только вот что еще есть что я еще сейчас помнил есть у нас умка не понимает зачем я взял на руки она не очень в отличие от бублика на руках вообще не очень сидит раньше вот так вот у меня сидела а сейчас не очень я еще вспомнил что я изучал как-то тему про страховки для животных существует тоже как для людей так и для животных вот есть страховки получается что ты ходишь по ветеринарам и потом делаешь какие-то процедуры и страховая компания отсылаешь документы и они тебе возвращают деньги или же изначально обращаешься к ветеринарам которые в списке состоят и которые сразу уже там как-то имеют взаимоотношения с этой ветеринаркой я увидел в деле несколько проблем потенциальных во первых во первых то недешево когда я проверял для двоих котов я не помню цен вот вообще никак поэтому не скажу но это было настолько недешево что я от этой темы отказался и второе это то что мне всегда напрягает тема что тебе нужно постфактум от кого-то что-то типа возвращать свои деньги вот что именно будет считаться страховым или не страховым случаем это для меня большой вопрос не пользовался не знаю ничего не скажу у меня у всех друзей как бы конкретно страховки нет просто есть у всех абонемент у какого-то конкретного ветеринара все по моему это все вот еще что я вспомнил из-за того что здесь нет ветеринарных аптек вернее они есть но только для ветеринаров поэтому нет возможности пойти просто купить себе нужное лекарство так и обычные аптеки для людей до продают очень ограниченное количество лекарств без рецепта поэтому приходится обращаться к ветеринару даже если нужно какое-то там не знаю противовоспалительное или еще какое-нибудь лекарство приходится обращаться к ветеринару чтобы он выписал рецептик чтобы по нему можно было купить в любой аптеке это лекарство так что вот такая вот ситуация приблизительно краткая информация выдал вам пишите что об этом думаете если у вас какие-то дополнения обязательно в комментариях напишите мне как же как же я без этого как же я без ваших комментариев лайкосик если вам понравилось смотрим дальше шарный блог пока а